добрый день уважаемые коллеги еще раз кто подключился новые к нашей трансляции произошла смена лектора и сегодняшний день продолжу я ирина алексеевна будет за мной с лекцией право желудочковом кардиогенном шоке я прочитаю свою завтрашнюю лекцию о современных устройствах механической поддержки кровообращения заранее извиняюсь за такие изменения в расписании надеемся что вы не очень запутались и не повлияет на качество восприятия и ваши впечатления темы лекции новые устройства современные устройства для поддержки кровообращения у больных с кардиогенным шоком и остросердечной достаточностью но современные устройства кроме вено-артериальной икмо и контрертальной баллонной контрпульсации о которых будут отдельные лекции ограничиваются по большому счету насосом импелла устройство тандем хард и устройство другие типа пульската они нашей стране не до они доступны и не будут доступны сейчас ведутся только работы по внедрению импелла нашу клиническую практику поэтому я решил что интереснее всего будет поговорить об устройстве импелла и услышать ваши вопросы об этом методе который будем надеяться станет одним из метода в нашем арсенале при помощи тяжелым больным с кардиогенным шоком идея идея о создании устройства импелла пришла в середине прошлого века американскому ученому который был в египте увидел там приспособление которые древние египтяне использовали для перекачки воды из водоемов вырастительной системы они это устройство использовала принцип архимедового винта изобретенного еще в 250 году до нашей эры представлял собой полую трубу со спиральным винтом и с помощью ручного привода из области забора воды перекачивала воду в область возврата и если взглянуть на современное устройство импелла она очень очень сильно похоже на то нехитрое или может быть хитрое приспособление древних египтян только вместо ручного привода микроаксиальный насос который приводится в движение консолью это область забора крови который располагается в левом желудочке область возврата крови который располагается в аборте специальной рентген контрастной меткой отмечена область которая должна располагаться на позиции артального клапана с учетом того что устройство транса артальное в самом определении запрятана и и локализация и эта позиция достигается с помощью через кожные пункции бедренные артерии чаще всего заведение устройства полость левого желудочка с фиксацией там катетером big tail установкой в области артального клапана и вы видите как активно происходит забор крови с помощью роторного с помощью вот этого винтового насоса по оси самого устройства и выбрасывается кровь в аорту при этом не нужна синхронизация с фазами сердечного цикла поток ламинарный без пульсации в самой импеле и происходит ряд гемодинамических изменений у пациента с кардиогенным шоком которому вы имплантировали устройство импела прежде всего хочется вернуться о той кривой давление объема который мы говорили вчера в нашей общей лекции после сердечной достаточности и подчеркнуть ее еще одну ее пользу и гениальность было показано еще очень старом исследовании 92 года был четко продемонстрировано что площадь под кривой давление объем находится в лимит в линейной зависимости от потребления миокардом кислорода то есть чем меньше эта кривая чем она уже чем меньше площадь тем меньше миокард тратят кислорода и вот здесь на второй картинке посередине вы видите как меняется эта кривая при имплантации импела вы видите как смещается конечно диастолическое давление и объем вниз как падает непосредственно ударный объем левого желудочка помните что ширина вот этой кривой определяет ударный объем видит что она становится очень и очень маленькой и площадь под кривой становится маленькой то есть сердце говоря простым языком отдыхает то есть вы забираете у нее работу забираете ее основную работу насосную функцию снижая ударный объем и снижая давление в пластях сердца чем сильнее работает импела чем мощнее она тем сильнее и гемодинамические эффекты видите как с большей охоты снижается конечно диастолическое давление объем чем меньшую площадь тем меньшую площадь занимает кривая на этой диаграмме и тем больше падает потребление миокардов кислорода но кроме снижения потребностей миокарда в кислороде который достигает с помощью снижения работы миокарда в первую очередь за счет снижения давления объема в полостях сердца импела также имеет несколько очень важных свойств или результатов своей работе это повышение доставки кислорода к миокарду за счет того же снижения давления в полостях и снижения натяжения миокарда мы знаем что коронарный кровоток в кардиальной области большей частью связан с натяжением миокарда и давление в полостях сердца и наверное самым важным фактором для пациентов с кардиогенным шоком является тот факт что импела работая увеличит перфузию органов жизненно важных органов почек головного мозга в первую очередь это происходит за счет увеличения потока в аорте и за счет повышения среднего артериального давления находящихся прямой связи с потоком в аорте эффект интегральный описывается с помощью показателя картиок power output о котором говорил юсупа покарович первые дни нашего цикла но какие импелы существуют на рынке пока не на нашем но американском европейском рынке существует несколько разновидностей импелла это первое импелла которая качает кровь с минутным объемом кровотока и сердечным выбросом альтернативный термин два с половиной литра в минуту импелла сепи который может обеспечить максимальный выброс через устройство 4 и 3 литра в минуту импелла 5 и 0 который обеспечит выброс до пяти литров импелла лд которые имплантируются хирургически имеет несколько другие показания и особенности она тоже обеспечивает продукт 5 литров в минуту чем мощнее импелла тем тем шире конюля интродюсер через который она заводится тем больше мы платим осложнениями частности ишемии конечности установка большинства аппаратов через кожная функционная чаще всего через бедренную артерию у крупных импелл в ряде случаев рекомендуется подмышечная артерия как место доступа хирургический доступ подразумевается выделение самой артерии и далее прямая пункция артерии уже непосредственно для заведения интродюсера импелла лд имплантируется в нисходящую аорту и она нужна для держания пациентов с пост кардиотомным шоком когда у вас еще открыта грудная клетка и вы можете лечить ранее осложнение аика и операции на открытом сердце противопоказания достаточно специфичные и их немного это тромб полости левого желудка корня аорты это клинике критические стенозу аорты где невозможно завести импеллу хотя в ряде случаев это возможно и при ортальном стенозе импелла используется и маленькие размеры левого желудка которые не позволят активно разгружать потому что активно забирая кровь из левого желудочка импелла создает отрицательное давление и может возникнуть такой сакинг симптом синдром который характеризуется присасыванием стенок левого желудочка к насосу и неэффективно не внеэффективной работой насоса и повышает риск гемолиза цели временной механической поддержки правообращения в день отношении импелл сформулированы этом либо мозг восстановлению то есть пациент поступил с ранним ранних сроках инфаркт миокарда с кардиогенным шоком вы ему имплантировали быстро импеллу и провели чкв и надеетесь что все эти мероприятия повлекут за собой восстановление сократительной способности миокарда и вы используете импелла в качестве моста то есть вы восстановиться не впасть в рефракторный шок с полиорганной дисфункции и не замкнуть этот патогенетический цикл умирания патогенеза у пациентов шоком либо это мост к мосту если вы допустим имплантировали в поздние сроки импеллу или масштаб бедствий я имею ввиду инфаркт миокарда слишком большой даже все ваши усилия и даже мощные пола не дает вам возможности добиться восстановления сократительной способности миокарда вы используете его в качестве моста к мосту то есть длительной механической поддержки кровообращения это устройство под названием элват ассист девайсы для левого желудочка такие как хардмейт и другие подобные устройства но никак импелла не используется в качестве длительной терапии в качестве длительной терапии время работы довольно ограничено на протяжении последних десятилетий вот здесь видите кривую с 2010 до 2007 года частота применения тех или иных методов механической поддержки кровообращения изменилась в первую очередь снизилась частота использования контрапульсатора после выхода исследования хольгера тиля о неэффективности применения контрапульсатора у больных с кардиогенным шоком которая подверглась жесточайшей критике но тем не менее повлияло на рекомендации но ситуация сейчас немного меняется и происходит ренессанс контрапульсация об этом вам расскажут завтра в своей лекции лаврентий олегович дулаев а импелла cp и импелла два с половиной стали использоваться чаще использовалась чаще в ранних своих периодах когда только вышла потом сошла на нет речь идет конечно европе и америке импелла cp доступная там ставшие там доступны с 11 года уже к семнадцатому году используются у пациентов с кардиогенным шоком больше чем 20 процентов случаев это регистр денджер это данные о пациентах из дании и германии в америке эта цифра достигает больших значений вы можете заметить что не в пример нашей стране импелла используется чаще контрапульса и экстракорпоральной мембранной оксигенации нашей стране перевес пока в сторону экмо вследствие недоступности импеллы какая доказательная база относительно использования импеллу пациентов с кардиогенным шоком это два очень маленьких ранних исследования с использованием импелла два с половиной и cp с маленьким количеством пациентов 25 и 48 соответственно но это перспективные рандомизированные испытания но дизайн которых оставляет желать лучшего они в свою очередь заключили что импелла два с половиной имеет лучший гемодинамический эффект в сравнении с контрапульсатором если но сопоставима по смертности с ней в течение 30 дней госпитализации и устройство исследование импресс доказала что сопоставимой 30-дневной 6-месячной летальность пациентов которым имплантируется импелла cp достаточно высокой модификации сравнение свапка да сопоставима как я уже сказал но о дизайне и критике поговорим чуть позже а большую надежду внушает исследование danger которым сейчас продолжается на текущий момент она проспективная рандомизированная мультицентровое мультинациональная хочет включить 360 пациентов по предварительным данным уже включено больше половины она сравнивает устройство импела со стандартной терапии если в предыдущих исследований сравнивалось импелла cp с контрапульсатором до теперь сам факт наличия контрапульсатора в пациенте не является группы включения в контрольную фактор включения в контрольную группу мандомизация происходит один к одному теперь немножко критики исследованию IMPRESS первому исследованию для сравнивающего эффективность MPLSCP в сравнении с контрапульсатором. Характеристика пациентов в группах оставляет желать лучшего. 85-92% пациентов имели остановку сердца, то есть это кардиогенный шок после остановки кровообращения. Если вы помните лекцию о посреанимационной болезни, то есть там достаточно четко говорилось, что кардиогенный шок после остановки кровообращения – это совершенно другой шок. Он сродни с эфтическому, там совершенно другая гемодинамика, там совершенно другие исходы, прогнозы, и там совершенно другие больные, которые часто страдают от аноксического повреждения мозга. И в этом исследовании также аноксическое повреждение мозга было основной причиной смерти этих больных, что не характерно для больных с истинным кардиогенным шоком, не развивающимся на фоне остановки кровообращения. При этом время до спонтанного кровообращения восстановления было достаточно длительным, терапевтическая гипотермия проводилась не всем больным и не учитывалось время инициации механической поддержки кровообращения, которое является, наверное, самым решающим фактором выживания этих больных. В 2017 году рекомендации достаточно скептически относились к устройствам механической поддержки кровообращения, рекомендовали ВАПК только в случае развития механических осложнений инфаркта со степенью 2А. Сейчас, кстати, контрапульсатор еще больше позиций потерял, снизив рекомендацию до 2Б. Рефрактерный шок следует рассматривать как одно из показаний для применения механических устройств для поддержки кровообращения. Это 2БЦ. И, как и всегда, рутинное использование контрапульсатора не рекомендовано еще с 2012 года. Но как ситуация изменилась, поговорим чуть позже. А что стало причиной для того, чтобы ситуация менялась вообще? Американцы поставили, наверное, первый камень и в создании этого устройства, и в доказательстве его применимости. Два больших регистра реальной клинической практики, первый из которых включил больше 15 тысяч больных, который оценивал эффекты импеллы у больных с пост-инфарктом, кардиогенным шоком. Оно показало, что есть ряд факторов, которые влияют на выживаемость. Это влияние, это сроки имплантации. В частности, если вы имплантируете импеллу до чрезкожного коронарного решения, если вы статистически выигрываете в выживаемости у этих пациентов. Если вы используете инвазивный мониторинг гемодинамики у пациентов с кардиогенным шоком, и на импелле вы также выигрываете в плане выживаемости. Если ваш центр имплантирует много импелл, то исходы также лучше. Таким образом, стратегия ранней инициации механической поддержки обращения, в частности импеллой, легла в основу создания шоковых инициатив. И в национальной шоковой инициативе и шоковой инициативе центра ИНОВА. Эти инициативы являются, в свою очередь, проспективными многоцентровыми регистрами, но не рандомизируют пациенты на группы, в отличие от Danger Shock Trial, результаты которого мы ждем с нетерпением. Но как предлагает лечить National Shock Initiative? Национальная шоковая инициатива США предлагает и показывает результаты. Лечит сама с помощью этого протокола. Критерии включения – это острый инфаркт миокарда. Это кардиогенный шок. Критерии исключения – это аноксическое повреждение мозга. Это вне госпитальной остановки кровообращения или сердечно-легочной реанимации больше 30 минут. И это использование контрапульсатора до импелла. То есть не терять времени на контрапульсатор. Если потеряно время для имплантации контрапульсатора, а потом уже начато импелла в случае рефракторности шока, исходы будут значимо хуже. Оценивать гемодинамику с помощью инвазивных методов. Ориентироваться на пациентов с высоким давлением наполнения левых камер и с низким сердечным индексом. На первичном этапе можно это делать с помощью ультразвука и метода ФИКа. Имплантировать импеллу СП высоких генераций, высоких модификаций до чрезкожного коронарного вмешательства, проводить чрезкожное коронарное вмешательство и потом проводить коррекцию терапии механической и медикаментозной с помощью уже 100% инвазивной оценки гемодинамики. Это небезызвестное CPO, Cardiac Power Output, который оценивает производительность левого желудочка и такой показатель, как ПАПИ, который оценивает производительность правого желудочка. Об этом обо всем уже было сказано в предыдущих лекциях. В зависимости от этого вы выбираете стратегию поддерживать левый желудочек и дальше или эскалировать поддержку с помощью более продвинутой импеллы или венартериального ЭКМО или с помощью сочетания ЭКМО и ЭМПЭЛлы, который получил название ЭКПЭЛла. Вы выбираете стратегию поддержания правого желудочка с помощью так называемой БАЙПЭЛЛ. И БАЙПЭЛЛ – это, по сути, комбинация правого желудочковой ЭМПЭЛлы и левого желудочкового ЭМПЭЛла. О правой желудочковой ЭМПЭЛле мы сегодня говорить не будем. Левая поддержка правого желудочка с помощью венартериальной ЭКМО с учетом того, что она обеспечивает разгрузку правых отделов. Это позволяет, в свою очередь, влиять на тактику инотропного запрессивной поддержки, целенаправленно снижать ее, если это возможно, потому что применение этих препаратов строго ассоциировано с плохим прогнозом. И такая тактика с оценкой гемодинамики инвазивно позволяет отлучать от механической поддержки обращения максимально осознанно и максимально подходящие сроки. Таким образом, ключи к успеху, рецепт успеха – это импелла до ЧКВ, время дверь поддержки меньше 90 минут, это катеризация правых отделов сердца с комплексной оценкой центральной гемодинамики, это раннее отлучение от лозапрессоров инотропов, и это поддержание производительности левого желудочка с помощью, ориентируясь на CPO Cardiac Power Output, выше 0,6. То есть, стратегия ранней эскалации поддержки левого желудочка, если такая поддержка оказывается недостаточной. Это выявление дисфункции правого желудочка и поддержка правого желудочка. О эффекте правого желудочка на выживаемость и тяжесть больных с кардиогенным шоком будет отдельная лекция после моей. Национальная шоковая инициатива, как я уже сказал, неголословна и показывает хорошие результаты в реальной практике. 68 клиник и даже уже на этот момент, на 19-й год, на 22-й год уже, еще больше клиник пошло в состав шоковой инициативы в США. И заметьте, что большинство клиник это обычные городские клиники, не университетские, и они рассыпаны так по Соединенным Штатам Америки. Большая часть, конечно, на Алантическом побережье. Так вот, какие результаты, если говорить о цифрах? 300 пациентов проанализировали в национальной шоковой инициативе. Возраст был примерно такой же, как и у больных в предыдущих исследованиях. И стоит заметить, что эти больные были никак не легче по течению своего состояния. Средний уровень лактата был такой же, а среднее артериальное давление было даже ниже, чем в классических исследованиях по шоку и по устройствам для механической поддержки кровообращения. А результаты говорят сами за себя. Выживаемость 70% намного выше, чем в классических исследованиях по шоку, где не применялась такая оптимизированная тактика ведения больных с использованием устройства МПЛ. В 2020 году, когда рекомендации, говорим, европейских, по которым мы преимущественно работаем, писались уже на основании, даже если не на основании, уже невозможности игнорировать данные шоковые инициативы, как бы этого, может быть, не хотелось европейским авторам, они уже не могли отрицать тот факт, что современные устройства занимают достаточно значимое положение в лечении пациента с кардиогенным шоком и были вынуждены расширить показания, расширить формулировку, если не уровень доказанности и класс рекомендованности, то расширили формулировку. И они говорят, что у отобранных пациентов с указкой кардиогенным шоком кратковременная МПК может быть рассмотрена, основываясь на различных показателях возраста, коморбидность, неврологическая функция, прогноз долгосрочной выживаемости и предполагаемое качество жизни конкретного пациента, то есть up to you. То есть вы можете, как клиницисты, вполне себе выбрать, ориентируясь на своем клиническом суждении об этом пациенте. И пару слов о Danger Shock Trials. Пандемизация один к одному, импелла, как я уже сказал, против стандартной терапии, цель набрать 360 пациентов, и в 2022 году, в этом году, мы ожидаем результатов этого долгожданного исследования. В чем их тактика? Она во многом унаследована у национальной шоковой инициативы. Это ранние имплантации импелла CP до чрезкожного коронарного вмешательства, до чрезкожного коронарного вмешательства, с последующей поддержкой до 5 дней. В первые 2 дня вы, если видите нестабильную гемодинамику, эскалируете поддержку до прибавления импелла более высоких модификаций или ЭКМО. Либо прекращаете поддержку при неблагоприятном прогнозе. Если пациент доживает до 3-5 дней поддержки на импеле, вы, опять же, оцениваете гемодинамику и эскалируете поддержку. Если вы ожидаете, что у пациента после 5 дней гемодинамика плохая и сократительная способность левого желудочка и компенсаторные возможности низкие, вы не думаете, что последующая поддержка повлечет отлучение полностью от всякой механической поддержки и инотропной поддержки, вы рассматриваете имплантацию ЭЛВАДов, устройств для долговременной поддержки и возможную последующую трансплантацию. Если пациент стабилизируется, то вы отлучаете от импелла и продолжаете лечить его пациента согласно оптимальным тактикам, записанным в рекомендациях. В контрольной группе рандомизированных пациентов, которым не имплантируется импелла, проводится только ЧКВ, инфлюзионная терапия, согласно рекомендации, в запрессор и инотропы в тех объемах, которые позволяют добиться стабильной гемодинамики. Если не стабильная гемодинамика, и только тогда проводится рассмотрение, подключение венноартериальной ЭКМО или имплантации обладов, но импелла в контрольной группе не имплантируется. И, наверное, исследование, о котором стоит сказать напоследок в контексте последующих докладов о венноартериальной ЭКМО, как о наиболее часто используемом современном высокопродуктивном устройстве механической поддержки кровообращения, это исследование сравнило импеллу и венноартериальной ЭКМО. К сожалению, оно не рандомизированное, регистровое на данных национального регистра США, не национальный шоковый инициатива, а просто национальный регистра за период 2015-2017 годы. 900 пациентов было включено, проводилась псевдорандомизация один к одному с помощью статистических методов, и было выявлено, что импелла выигрывает по госпитальной выживаемости, по частоте развития остропочечного повреждения, по сосудистым осложнениям и по частоте развития острой респираторной дисфункции. Но не учитывались тяжесть дисфункции левого желудочка при начале терапии, тяжесть кардиогенного шока, наличие недостаточности правого желудочка, тяжесть дыхательной недостаточности не учитывалась, уровень изоб legislature на инотропной поддержке не учитывался и не учитывались параметры гемодинамики и время имплантации от начала кардиогенного шока. Вот все эти ограничения, о чем говорят простым языком, что люди, которые входили в группу экстракорпоральной микроводной оксигенации, они были исходно тяжелее, с большей коморбидностью, с большей частотой дыхательной недостаточности, и ожидать от них худшего прогноза было довольно логично. Но, тем не менее, проведена псевдорандомизация, и группы пытались собрать максимально похожие. Что касается вопроса денег, часто до недавних пор, когда речь заходила в кругах российских клиницистов и ученых о применении МПЛ, все сетовали и, в первую очередь, говорили о дороговизне этого метода. Вот в этом большом регистре, который включил 900 пациентов, было доказано, что, несмотря на то, что стоимость одного подключения МПЛ действительно выше, и МПЛ стоит дороже, длительность госпитализации, общие затраты на пациента в группе МПЛ были значимы ниже, что в общей совокупности удешевляло лечение этих пациентов. Но, опять же, на ЭКМО пациенты были исходно тяжелее, и, возможно, ЭКМО у них было средством выбора. Но в противовес избыточному применению ЭКМО можно сказать о том, что ЭКМО сопровождается более медленным восстановлением миокарды, что удлиняет время госпитализации, требует дополнительных мероприятий по разгрузке левого желудочка. То есть это не патогенетически обоснованная терапия при кардиогенном шоке и требует установки в 55% случаев дополнительной вентиляционной баллонной контрапульсации. ЭКМО сопровождается большими осложнениями, несмотря на… независимо от исходной тяжести, это просто специфические осложнения ЭКМО. Это инфекции, это ишемия конечностей и требует большего персонала для ведения этих больных. Таким образом, ЭКМО и ЭКМО не против друг друга. Они имеют каждую свою особенность, и каждому конкретному пациенту надо использовать тот или иной метод гемодинамической поддержки, зная преимущества и недостатки, собственно, этих устройств. Преимущество ЭКМО – это гемодинамическая разгрузка левого желудочка. В отличие от ЭКМО, она осуществляется с помощью устройства ЭМПЭЛа. Это создание условий для восстановления миокарда, преимущественно за счет гемодинамической разгрузки. Это большая простота установки и большая простота менеджмента, сведения пациентов на ЭМПЭЛе. Меньшая частота осложнений, как было показано в исследовании. Преимущественной ЭКМО является возможность обеспечивать бивентрикулярную поддержку в условиях правожелудочковой дисфункции, то есть бивентрикулярной дисфункции, и протезирование функций легких, когда у пациента развернутая дыхательная недостаточность, плохо купируемая или некупируемая консервативными методами, в частности, инвазивной вентиляции легких. Недостатками ЭМПЭЛ являются, как я уже сказал, отсутствие протезирования функций легких, отсутствие поддержки правого желудочка. Это, по сути, отражение преимущественно артериального ЭКМО. Недостатками ЭКМО, в свою очередь, являются осложнение, отсутствие разгрузки, неблагоприятные условия для восстановления миокарда и потребность дополнительных устройств для обеспечения этой самой разгрузки, для того, чтобы обеспечить пациенту тегентически хорошие условия для его выздоровления, для выздоровления его миокарда. Таким образом, вы видите, что крест-накрест отражаются недостатки и преимущества этих двух методов, и вы должны выбирать наиболее оптимальный метод для каждого конкретного больного, для того, чтобы увеличить его шансы на выживаемость и последующую благополучную жизнь. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, постараемся на них ответить. Не происходит ли травматизация артального клапана при длительном использовании ЭМПЭЛа? Хороший вопрос. Честно говоря, о травматизации артального клапана говорится мало в текущих регистрах и исследованиях, но данные осложнения не фигурируют нигде в перечне осложнений ЭМПЭЛы. Поэтому самое частое осложнение, наверное, это гемолиза, ишемия конечностей. В первую очередь нужно смотреть на это. Артальный клапан, если он исходно плохой, исходно есть мозг, альцинаты и так далее, то может быть ограничением для имплантации ЭМПЭЛы для развития последующей тяжелой артальной регурбитации после того, как вы вылечите пациента от эстинокардиогенного шока и вынете из него ЭМПЭЛу. А так нет таких данных. Я не знаю. Какая требуется антикоглюнатная терапия для работы ЭМПЭЛа? Для работы ЭМПЭЛа требуется нефракционированный гепарин и поддержание оптимального времени свертывания крови. Есть целевые параметры аноксирования частично-трубопластинного времени в районе 45-55. Сейчас эти цифры стремятся к более низким значениям после выхода ряда статей. Есть ли место сочетанного применения ЭМПЭЛа и внутривертальной баллонной контрпульсации? Нет, нет места, по крайней мере в современной практике, то, что я знаю, и если подумать чисто анатомически и патогенетически, смысла их сочетанного применения нет. Если вы имплантировали ЭМПЭЛу, то вы ожидаете хороший гемодинамический эффект. Контропульсатор показан определенной группе больных с определенными нозологиями, например, разрыв МЖП, острометральная регургитация, кардиогенный шок на фоне критического ортального стеноза. У этих больных из нашей собственной практики мы видим хороший результат контропульсатора. В остальных случаях контропульсатор обеспечивает минимальный прирост минутного объема кровотока, и поэтому его имплантация в современных рекомендациях не показана. Но контропульсатор можно сочетать с ЭКМО. Сочетание контропульсатора с ЭКМО патогенетически обосновано, потому что ЭКМО создает ретроградный ток в аорте, что является, по сути, его основным минусом у больных с инфарктом миокарда, потому что не позволяет левому желудочку разгружаться, и левый желудочек работает в условиях противодействия. В таком случае контропульсатор в сочетании с ЭКМО – это хороший метод гемодинамической разгрузки, и он часто используется не только у больных с крыльями на фоне инфаркта, но, например, на фоне миокардита, и это реально хороший опыт. Ну, я думаю, что на этом мы закончим, если вопросов больше нет. Следующая лекция будет по критическому артальному стенозу доктора Зиряева Ильи Тарасовича. Подключайтесь. Во сколько? 13.40. В общем, 10-минутный перерыв, и увидимся в эфире. Всем огромное спасибо за ваше внимание, вопросы, и надеемся на дальнейшее сотрудничество и заочное, и очное. Всегда рады вас видеть. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok